Анжелика Ой, извините, извините, я был неправда Но еще не передает картина то, что Анжелика поет Пою, танцую У тебя нет в руках мини-диско, там, знаешь, вот это Телефон Телефон, мини-диско, там, что еще нужно? Или там пуантов, например Вы знаете, а мне нет необходимости, потому что иногда мы даже исполняем нечто под хлопки зрителей Под перкуссионное шоу А перкуссионное, знаете, оно может быть осуществлено и залом в том числе То есть, если вы вас желаете, вы начнете хлопать и, возможно, уже создать такой перформанс Невозможно Конечно, имеющие руки-то постучит Да, да, да Вот вопрос может показаться весьма странным Меня, конечно же, наверное, нарисовали когда-нибудь, но я этого не видел Поэтому вот каково ощущать себя нарисованной не просто на картине, а еще и выставленной в галерее, где пришло столько известных И не просто пришло, но приехало Тут просто так не придешь сюда Ехать сюда очень далеко, это закрытого типа галерея И то, что сегодня эта галерея открыла для нас двери, для Ольги, сделала такое открытое мероприятие, это просто кайф А еще больше кайф До 9 сентября она его открыла, по-моему Да, 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 да А еще больше кайф быть нарисованной действительно, как вы говорите, потому что для меня это была мечта И эта мечта осуществилась, и сегодня я буду петь и танцевать то настроение, то состояние, которое передавал художник Я его буду воплощать, на мне лежит тройная ответственность, и это очень для меня ценно и очень глубоко Анжелика придется раздеться, если танцевать, вы же видите, что там происходит Ну да, не совсем все-таки я разденусь Не совсем? Немножко я разденусь, конечно Хорошо Ну то есть есть ощущение, вот так вот, если взять более бытовую ноту разговора, то, ну, кроме того же слова «приятно», вот эта приятность, она в чем заключается? Некая такая ответственность, стеснительность Это как вот фотография, вот я, например, ходил раньше, ну там лет 15 назад, и видел свое имя на больших афишах, которые висела под, ну вот, где кремлевская стена Там вот справа была гостиница «Россия», я смотрел себя на афишах Мне было приятно, и от того же я понимал, думаю, да всем по барабану, на самом деле, что-то там написано И тут все, ну смотрят, какие-то там 6 букв написано, но тем не менее тебе от этого приятно Нет, у меня немного другие ощущения от моих афиш были У меня были ощущения, знаете, уже с точки зрения какого-то бизнес-человека То есть я не ощущала себе «О, да, это я, вау, как мне приятно» Нет, такого не было Я думала, так, а насколько правильно расположена эта афиша, и что она вообще здесь делает, и зачем, и почему Я смотрела на себя в третьем лице, как на любую другую картинку, которая могла быть изображена А ты разговаривала с собой в третьем лице «О, Анжелика, здравствуй!» Вряд ли В основном все говорили, ну, твоя афиша прямо наверху висит, прямо вот как иконе можно кланяться Твоя афиша на всякий случай в «Одноклассниках» мне пришла вместе с моим логотипом, с нашим И со всеми логотипами Ну, она же на фоне твоей картины там А, да, вы про это? Вернее, своей картины, на которой изображена ты Эта картина, она вызывает совершенно другие эмоции, совершенно другие Потому что я знаю, что художница переживала, когда она вообще всю коллекцию писала И вообще это новое, вообще Оля, она уникальна Она уникальна сейчас, ее картины злободневные Она увлекается литературой, которой увлекаюсь я и большинство населения сейчас мыслящего Москвы Да, и мира вообще Поэтому в этом ключе нарисованы картины И это ценно, понимаете? Когда я смотрю на ее картины, прямо мурашки по телу бегут Потому что ты видишь, это глубокие картины Это очень, это о важном и о высоком Для всех наших зрителей я так сразу подытожу, что Анжелика сейчас говорит не просто о литературе, а скорее всего о квантовой теории Которая читается в ее глазах, которая очень красиво прорисована в этой картине Это теория развития человека, развития души Мы тоже читаем одни и те же книги Мы читаем одни и те же книги Да? Но я так не рисую Вот, она уникальна, потому что она так рисует Ольга Туманова Ну что ж, Ольга Туманова, поздравляем тебя с премьерой выставки А вот очаровательную Анжелику я все-таки сейчас должен вынужден укусить Одним необыкновенным вопросом На который, к сожалению, пока еще не ответил никто из ее гостей Как называется человек, у которого выставлены картины в галерее? Опа! Что значит? Как называется? На день рождения приходишь, человек к день рождения, он именинник там, или там юбиляр Как называется человек, картины которого выставлены в какой-то галерее? Я всегда называла таких людей художниками Я не знаю Ты пошла по пути квантовой этой Я, честно говоря, не пойму, в чем вопрос Ну, просто какое-то еще слово есть Молондинки, объясните, пожалуйста, о чем? Мне, Рыжему, тоже объясните тогда Я просто хотел узнать, как это называется, мы не знаем, на самом деле Думаю, может, ты знаешь Я бы называла просто художник Ну, не галерист, галерист, это человек, который... Нет, галерист, который выставляет картины, да Не, а вот она как бы выставляет картины, и это впервые происходит Как вот это называется? Ну, не премьерщица, там, как, я не знаю Почему? Я бы премьер... О, здрасте, здрасте Я бы премьер это назвала, премьера выставки, цикла работ А человек, который выставляет эти картины... Затрудняюсь, затрудняюсь Друзья мои, еще одно затруднение, даже в квантовой теории есть затруднение Будем учить русский язык Вы, может быть, меня просветите Нет, 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 я думаю, что нас всех просветит Яндекс, как минимум Яндекс просветит... Так же, как Ольга Туманова, вы подойдите и спросите Какой вопрос вам задал Мудров, который хотел услышать у вас ответ Вам тоже очень интересно расскажет Анжелика, друзья и ее картины Спасибо